Примерно год назад я снимал обзор беззеркалки Panasonic G7, которая до сих пор остается одним из лучших вариантов по соотношению цена-качество, если вам нужна камера для съемки 4К видео. На выставке фотокина 2016 компания Panasonic показала обновленную версию этой камеры и почему-то добавила ноль в названии. Давайте разбираться, что же прокачали, а что оставили как было. Большим минусом G7 было отсутствие выхода для наушников, из-за этого многие предпочитали G4 с в полтора раза большим ценником. И нет, в G80 его не добавили, так что кому критичное наличие данного порта, дальше можете не смотреть. Но! Инженеры запихнули сюда пятиосевую матричную стабилизацию, обновили видоискатель, сделали корпус камеры пыли и влагозащищенным и теперь есть отдельный слот для карты памяти. Но обо всем по порядку. По техническим характеристикам матрица здесь такая же, как и в большинстве современных камер Panasonic. 16-мегапиксельная CMOS формата micro 4.3, но теперь перед ней нет антимуарного фильтра. И это существенно повлияло на детализацию картинки, хотя в тех же зеркалках отсутствие этого фильтра мало заметно. В G80 количество деталей на фото и видео даже на глаз существенно больше, чем в G7. А вот ситуация с шумами осталась прежней, несмотря на новый процессор. Диапазон ISO от 200 до 25600 единиц. При фотографировании ISO можно смело поднимать до 800. На 1600 уже отчетливо видна зернистость, но детализация не падает. На 3200 уже в работу вступает агрессивный алгоритм шумоподавления и сильно страдает детализация. На видео дела обстоят примерно так же. Так что в целом рекомендации все те же. G80, как и G7 и GH4 не любят плохого освещения. Снимайте днем с естественным солнцем или создавайте хорошее искусственное освещение и камера раскроет весь свой потенциал. Обновили механизм затвора, теперь он электромагнитный. Выдержки от 60 секунд до 1,4 отрабатывает механический затвор. А от 1 секунды до 1,16 тысячной электронный. Владельцы G7 жаловались на проблемы с микросмазами на определенных значениях выдержек. С G80 такого не будет. Корпус камеры теперь защищен от пыли и влаги. Купаться с ней конечно нельзя, но небольшой дождик снимать можно. Видоискатель тоже немного прокачали. Он все так же электронный с разрешением 1024 на 768 точек, но его увеличение теперь составляет 0,74х против 0,7х в G7. Дисплей вообще не претерпел никаких изменений. Он 3-дюймовый, поворотный и сенсорный. С разрешением 720 на 480 точек. То есть именно такой, как нужно. Что тут еще улучшать-то? Как и предыдущее поколение, Panasonic G80 шикарно снимает 4К видео. С частотой 30 кадров за секунду и битрейтом 100 Мбит. В Full HD можно снимать при 60 кадрах за секунду и битрейтом 28 Мбит. Помимо того, что видео теперь чуть детализированнее, теперь оно и более стабилизированное, благодаря матричной стабилизации. Такая стабилизация умеет работать в паре с оптической в объективе. В сумме получается система Dual IS второго поколения. Стаб отлично компенсирует дрожание рук и эффективен даже при ходьбе. При этом он работает при съемке 4К видео, а не только в Full HD, как и большинство камер. Теперь на некоторые оперативные съемки можно не брать с собой тяжеленные штативы и моноподы. Матричный стаб снимает с вас этот груз. К тому же стабилизация работает очень плавно, отсутствуют всякие артефакты по краям кадра. Да и сам факт того, что в вашей камере работает стабилизация с объективами без такой функции, дорогого стоит. Еще одним незначительным, но очень полезным улучшением G80 является перенос слота карты памяти формата SD с батарейного отсека на боковую грань камеры. Прежнее расположение было действительно проблемой, так как если поставить камеру на штатив и нужно поменять флешку, то сделать это невозможно без предварительного снятия со штатива, а в некоторых случаях и нужно было площадку откручивать. Теперь все делать намного проще. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что на нижней грани есть разъемы для опциональной батарейной рукоятки с дополнительным аккумом и дублирующими элементами управления для портретной съемки. Если бы не перенесли картоприемник на боковину, то вынимать флешку было бы настоящей головной болью. Серийная съемка в Panasonic G80 9 кадров за секунду, но можно использовать функцию 4K фото, тогда скорость вырастет до 30 кадров за секунду, хотя только в разрешении 8 мегапикселей и только в JPEG. По сути вы просто выбираете стоп-кадр из видео. К слову, другие фирменные фишки Panasonic здесь тоже есть. 4K постфокус позволяет выбрать нужную точку фокусировки уже после съемки. 4K приберд записывает 4K видео за одну секунду до и после нажатия на кнопку записи. Появилась еще одна интересная функция – фотостекинг. Уже после съемки вы можете выбрать несколько точек на разные дистанции фокусировки и сделать их в резкости, при этом оставив задний план размытым. Или же вообще сделать все в резкости. Для некоторых жанров фотографии это может быть просто незаменимой функцией. К примеру, фудфото, где нужно в глубину резкости поместить довольно большую часть объекта, но при этом красиво размыть задний фон. Возможность интересная, но не всегда работает корректно. Иногда после получения финального фото на нем видны артефакты по краям объектов. В целом компания Panasonic проделала хорошую работу и выпустила годное во всех планах улучшение для и так очень удачной G7. И нужно понимать, что главный конек в G80 – это съемка видео. Фотографии даже на минимальных значениях ISO выглядят существенно хуже, чем на APS и полнокадровых аппаратах. Но в плане видео за свои деньги она уделывает всех. 4K видео при 100 мегабитах, есть полноценная стабилизация с любым объективом, поворотный сенсорный экранчик, еще был бы выход для наушников и цены бы ее не было. Кстати, о цене. Panasonic G80, как и ее предшественница, является самыми доступными камерами для съемки 4K видео. Ближайший конкурент – это, наверное, только Sony Alpha 6300, которая стоит примерно на 300 долларов дороже, и у нее нет стабилизации. Еще и Sony Alpha 6500. В этой камере уже есть стабилизация, но она уже почти в два раза дороже. Дополнительным плюсом G80 и системы Micro 4.3 в целом является большое количество оптики. На Sony такого широкого ассортимента нет. В скором времени на нашем канале выйдет видео сравнения G80 с G7 и G8.4. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Субтитры сделал DimaTorzok